Добрый день. Я приветствую всех на очередном брифинге в Министерстве иностранных дел с подключением онлайн российских и зарубежных корреспондентов. Начинаю по традиции с графика министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Напоминаю, что завтра начинается официальный визит главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. С 19 по 26 сентября министр иностранных дел России принес участие в целом ряде многосторонних мероприятий, в том числе по линии Совета Безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ, группы друзей в защиту Устава ООН. Планируется также и ШОС. Кроме того, он намерен провести порядка 20 двусторонних встреч с коллегами из различных государств, руководителями международных организаций. Это только те встречи, которые сейчас имеются в графике. Как вы прекрасно уже знаете, возможности как раз политической недели таковы, что количество встреч может увеличиться. Мы будем оперативно вас информировать обо всех контактах. Запланированы, конечно, и беседы с генеральным секретарем ООН, господином Гутерришем. Ключевым событием пребывания министра иностранного отдела России Сергея Лаврова в Нью-Йорке станет его выступление в ходе общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Запланировано его выступление на 23 сентября. Глава российского внешнеполитического ведомства подробно представит российские принципиальные подходы к важнейшим глобальным вопросам, включая дальнейшее развитие систем международных отношений с прицелом на формирование подлинно справедливого многополярного миропорядка, основанного на целях и принципах Устава ООН во всей их полноте и других основополагающих международно-правовых нормах. Напомню также, что более подробные подходы России к вопросам по повестке дня 78-й сессии Генассамблеи отражены в соответствующем материале. Он размещен на сайте Министерства. Ссылка будет доступна в тексте сегодняшнего брифинга. Всем еще раз напоминаю про официальные аккаунты Министерства иностранных дел в социальных сетях на практически всех платформах. Мы присутствуем. Там будут появляться оперативные и фото, и видеоматериалы, ну и, конечно, тексты. А 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия в Министерстве иностранных дел выставки, которая будет посвящена 80-летию установления депотношений между Россией и Египтом. Отмечается эта дата 26 августа. В общем, она и была отмечена. Выставка пройдет именно с 25 сентября. В рамках экспозиции будут представлены материалы архива внешней политики Российской Федерации. Они будут посвящены различным этапам развития российско-египетского многоплавного сотрудничества. Что будет интересно, обязательно ее продублируем также онлайн. Итак, переходим к актуальной международной повестке. Ситуация вокруг Украины. Киевский режим не прекращает совершать кровавые преступления против жителей российских регионов, разрушать жилые дома, школы, больницы, детские сады и другие объекты гражданской инфраструктуры. Для этого задействуется максимальный спектр натовского оружия, от тяжелой артиллерии до ударных беспилотников. 12 сентября из-за обстрела Донецко-украинскими боевиками загорелось подсобное помещение на территории Свято-Игнатьевского храма. 17 сентября в горе пострадал храм святого равноапостольного князя Владимира. В ночь на 13 сентября украинские неонацисты ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Ардженкидзе в Севастополе. В результате возник пожар. Повреждены близлежащие дома. В двух школах обнаружены обломки. Ранения получили 24 человека. 14 сентября в Курской области после украинского обстрела погиб один человек. На следующий день, 15 сентября, украинские боевики обстреляли жилой квартал в Новой Каховке. Погибла местная жительница. Ранено 15 человек. Практически полностью разрушены два многоэтажных дома. 16 сентября украинские неонацисты нанесли варварский удар по рынку Светлодарский. Погибло 7 человек. В тот же день в Донецке от обстрелов СССР погибли двое мирных жителей. Несколько дней назад в сети интернет разошлись жуткие кадры, на которых украинские боевики гонят в сторону минного поля двух пленных в форме российской армии. Через некоторое время один из киевско-режимных, так называемый военнослужащий ВСУ, хотя он автоматически становится после того, что сделал преступником, а никаким не военнослужащим, он открывает огонь в их сторону, затем раздается взрыв. Все это сопровождается тут же и обрастает с подачи киевского режима и всех тех, кто много лет ему зиговал, надписями и формулировками того, что разминирование должно проходить вот так, вживую. Подобные чудовищные преступления совершали, напомню, нацисты во время Великой Отечественной войны. Сегодня их последователи на Украине старательно перенимают эти изуверские практики гитлеризма. Но об этом мы сегодня поговорим еще подробнее. Российские правоохранительные органы изучают данную видеозапись так же, как и все обстоятельства произошедшего. Если сведения о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими, военнопленными подтвердятся, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, как это было и ранее. Российские суды, напомню, на основании доказательств, собранных Следственным комитетом России, продолжают выносить приговоры украинским неонацистам. Они также совершали преступления против и гражданского населения, и военнопленных. Вот несколько примеров. Уже не преступление, а уже наказание. На прошлой неделе пожизненное лишение свободы назначено неонацисту ВСУ Владиславу Калыку. Он в апреле 1922 года в Мариуполе вместе с другими боевиками ВСУ препятствовал свободному выходу гражданского населения из города, применял в том числе огнестрельное оружие. В соответствии с преступными приказами командования того самого, он расстрелял 8 мирных жителей. От 22 до 29 лет лишения свободы получили неонацисты ВСУ Олег Безволев, Сергей Макеев, Михаил Чистоплясов за убийство мирных жителей в Мариуполе весной 1922 года. От 26 до 29 лет колонии строгого режима получили боевики террористической организации АЗОВ Александр Слободенюк, Иван Бочкарев, Дмитрий Конупер, Руслан Колодяжный. Получили они за убийство мирных жителей в Мариуполе в марте-апреле 1922 года. От 14,5 до 16 лет лишения свободы заочно назначены трем боевикам данной организации Вадиму Гусеву, Давиду Касаткину и Денису Жучкову. За насилие над российскими военнопленными в апреле прошлого года в Мариуполе. К 24 годам лишения свободы заочно приговорен боевик АЗОВА Антон Штукин. Он обстрелял пункт выдачи гуманитарной помощи в марте 1922 года в Мариупольском районе. По 16 и 17 лет колонии строгого режима, соответственно, назначены неонацистам Сахилу Аллахвердиву и Алексею Борисенко, которые в мае 1922 года в населенных пунктах Северодонецк и Ташковка, это ЛНР, стреляли из гранатомета и миномета по жилым домам. Киевскому режиму не удастся уйти от ответственности за свои чудовищные злодеяния. Украинские неонацисты, которые совершают преступления против жителей российских регионов, против наших военнослужащих, обязательно будут отвечать перед законом. На этом фоне мы видим попытки в некоторых странах Запада, естественно, продолжать обеление украинских неонацистов, просто их, знаете, канонизировать. В Милане на одной из улиц города и в музее Ресержимента городские власти разрешили организовать фотовыставку, посвященную нацистскому батальону Азов. На ней боевики из этой туристической организации представлены как, еще раз подчеркну, так они там выглядят, так там о них написано, как защитники Мариуполя. При этом еще в июне 2015 года конгрессмены США назвали батальон Азов, это их цитата, омерзительным нацистским формированием. И они же в 2015 году запретили Пентагону оказывать ему военно-техническую помощь и тренировать его головорезов. Но, как и все, в Вашингтоне подвержено конъюнктуре, ну и, конечно, деньгам. Вот еще один вопиющий пример, ангажированная статья во французском издании Le Figaro о неонацистских организациях Азов и правый сектор. Там они подаются буквально как патриоты. Конечно, вызывает возмущение и, честно говоря, хочется задать вопрос гражданам Италии и Франции. Вот когда Ваши, как бы, журналисты и политики пытаются обелить украинских неонацистов, представить их вот в таком героизированном виде, Вы-то сами помните, через что Ваши страны прошли тогда, во времена Второй мировой? Ведь Вы же были практически на грани. Нет, не на грани выживания, как мы нас сразу приговорили тогда еще заочно во всех планах гитлеровской Германии либо к порабощению, как людей второго сорта, либо к уничтожению, если мы не будем пригодны услуживать, услужливать, или, как сказать, даже не быть слугами, а просто, я не знаю, быть рабами. В Франции сразу было предписано уничтожать славян. Во Франции было по-другому. Ее не предписали сразу уничтожить. Ее просто оккупировали. И значительная часть французского общества посчитала это абсолютно нормальным и, мало того, еще, в общем-то, и не считала нужным каким-то образом сопротивляться. Мало того, еще и обслуживала тех, кто был расквартирован. Потом, правда, меньшинство французское, явное меньшинство, начало сопротивляться. Отсюда и пошло название «французское сопротивление». И они же потом стали героями. И благодаря этому меньшинству Франция, вся Франция, включая большинство, которое буквально что ли аплодировало вот этим самым расквартированным нацистам, тоже превратилось в героев. Благодаря меньшинству. Благодаря тем, кто поставил на кон свою жизнь, зная, что многие погибнут. У Италии была другая судьба. Италия полностью тогда официально солидаризировалась с этой дикой логикой. Собственно говоря, фашизм пошел оттуда. Но опять же, благодаря меньшинству, благодаря героизму, истинному героизму абсолютного меньшинства, которые сумели тогда переубедить большинство ценой собственных жизней. Италия смогла возродиться. Не благодаря деньгам, не благодаря поддержке политической, а только благодаря тому, что граждане Италии, как и граждане Франции, те, у которых была совесть, которые знали историю, которые понимали, что такое цивилизация, человечность и истинные ценности, только благодаря тому, что они это все знали и чувствовали, и нашли в себе силы сопротивляться. Только благодаря этому и Франция, и Италия прожили вторую часть XX века достойно. И что сейчас? Что сейчас? Опять то же самое? Но я напомню и Парижу, и Риму историю современного украинского национализма. Мы сделаем это сегодня развернуто. Эти страны должны знать, чем заканчивается подобное безответственное попустительство. Да, но в ближайшее время ожидается очередной гастрольный тур Зеленского теперь уже по США. СМИ сообщают, что запланированные его встречи с президентом Байденом, встречи в Конгрессе ожидаются. Очевидно, что киевский зависимый во всех смыслах попрошайка вновь собирается клянчить деньги, ну и, соответственно, оружие у своих американских хозяев. Как стало тоже очевидно из открытых источников, на этом фоне мистер обороны ФРГ Писториус не исключил возможности принятия решения о поставках в СУ ракет дальнего радиуса Таурус. Что это означает? Таким образом, Запад с помощью своих марионеток в Киеве сознательно идет на дальнейшую эскалацию конфликта и по-прежнему остается безразличным к страданиям мирного населения. И все это под прикрытием так называемых неких мирных планов Зеленского и мирных инициатив, неких рабочих групп, которые были сформированы по итогам неких, опять же, формов, в поддержку вот этого самого якобы псевдоплана Зеленского. Мне кажется, уже пора определиться. Насколько мы помним, полтора года Запад выступал как раз за решение вопроса на поле боя. Запретил Киеву вести переговоры, запретил самому себе даже думать о мире и мирных планах урегулирования и вообще каких-либо мирных контактах. А что сейчас? Вот это вот пантомима под названием «Мирный план Зеленский» и как бы переговоры без переговоров, а на самом деле решение о еще больших поставках в регион вооружений, тогда не надо тем, кого собирали сейчас под некие мирные планы, обманывать. И нужно прямо им сказать, собирая в следующий раз на некие заседания рабочих групп, что речь на самом деле идет о накачке региона еще большим вооружением. Я имею в виду киевский режим. Киевский режим просто, естественно, не отпускает фантомные боли по Крыму. Бывший глава запрещенного в России так называемого меджлиса крымско-татарского народа Мустава Джимилев, интервью Deutsche Welle, который, кстати говоря, не гнушается таких экстремистов публиковать, но мы же прекрасно помним, как они это делали в 90-е, давая платформу тем, кто захватывал роддомы, захватывал театры, школы с детьми, убивал мирных граждан. Их тогда западная пресса, включая Deutsche Welle и всех остальных, называла повстанцами, свободными людьми, которые борются за демократию. Потом, правда, резко перестроились, но начали называть их экстремистами и террористами. Вот здесь то же самое. Так вот, Джимилев в интервью Deutsche Welle заявил, что Крымский мост должен быть ликвидирован. Нормально это для западной прессы, такие вещи публиковать? По нему мирные жители ездят, жители Крыма по этому Крымскому мосту, дети, женщины. Секретарь СНБУ Украины Данилов тут заявил недавно, что он выкурит россиян из Крыма с помощью оружия, если они не уйдут самостоятельно. И хотел бы напомнить этим всем киевским экстремистам, что вопрос Крыма закрыт самими жителями, которые сделали свой выбор еще в 2014 году, потому что они знали, что их ждет, что их будут выкуривать, как говорит сейчас Данилов, все эти годы по-разному, экономически, социально, гуманитарно, на основе вот этой самой националистической логики. Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жесткий ответ, как это было и ранее. На них в Киеве демонтировали мемориальную доску великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Она была установлена, напомню, на том здании, где он остановился в 1821 году. Киевский режим не остановил даже надпись, которая была сделана, ведь она была выполнена на украинском языке. Очевидно, что бандеровцам не нужна память о выдающихся людях, которые жили задолго до появления самой Украины. Они с большим рвением устанавливают аналогичные знаки в местах, где побывали их западные хозяева. Например, в ресторане быстрого питания американской сети на прошлой неделе там ужинал госсекретарь США. Я не шучу. Я про бандеровцев, про Бандеру, про доски Бандере, Шухевичу, наверное, даже и напоминать не должна. Но теперь уже этой чести удостоился и Блинкин. Нет, ну понятно, где Пушкин, где Блинкин. Для Украины очевидно, кто важнее. Пушкин-то чувство доброй лиры пробуждал в людях, а Блинкин оружие поставляет. Разница, конечно, очевидна. Потакание преступлением киевского режима на Западе, продолжение его накачивания вооружения в целях эскалации конфликта и создания угроз России очевидно говорит о необходимости выполнения целей и задач специальной военной операции, включая те, которые так долго объяснялись Западу, в которые Запад отказывался верить. Но, по-моему, сейчас уже все понимают, кто чем занимается. Так вот, то, о чем мы говорили на протяжении очень многих лет, хочется повторить сегодня еще раз. Речь идет о тех материалах документальных, которые свидетельствуют о преступлениях ОУН-УПА, тех самых украинских националистов, националистах, националистических движениях, которые зарождались еще в середине, или, лучше сказать, даже в первой-третьей XX века, именно вот в такой уродливой нацистской форме развивались годы Великой Отечественной войны и, собственно говоря, о том, как они выживали, несмотря на то, что с ними велась тогда борьба и во что они превратились сегодня. На сайте Министерства иностранных дел России в разделе «Исторические материалы» обубликована подборка исторических фактов, которые свидетельствуют о преступлениях украинских националистов из рядов ОУН-УПА. Напомню, это Организация Украинских Националистов. Она так расшифровывается. Ведь многие же повторяют эти аббревиатуры, даже не понимая, о чем идет речь. Именно об этом ОУН – Организация Украинских Националистов. А УПА – это Украинская Повстанческая Армия. И не нужно ничего придумывать. Ни про их мирный характер, ни про отсутствие у них националистических идей. Нет-нет, это те самые националисты, которые исповедовали путь войны десятилетиями. За аббревиатурой это, правда, все стерлось. Как-то подугасло несколько. Но мы напомним. Так вот, эти материалы, которые опубликованы на сайте МИДа, рубрика сегодня будет, естественно, дополнена в тексте брифинга ссылкой. Так вот, эти материалы рассказывают о том, как в годы Великой Отечественной войны Организация Украинских Националистов, Украинская Повстанческая Армия совершали преступления. Прямые преступления против гражданского и мирного населения. По национальному признаку. Именно так. Эти материалы рассказывают об их идейных продолжателях в лице киевского режима. Эти данные демонстрируют печальную, печальную, но очевидную преемственность поколений украинских нацистов, которые на протяжении последних ста лет физически уничтожают представителей различных народов. Русских, украинцев, поляков, русин, чехов, евреев, цыган. Список можно продолжить. Я хотел бы напомнить, что идеология Организации Украинских Националистов, а она была создана в 1929 году, стал национализм, близкий к стремительно распространяющимся тогда в Европе фашизму. По свидетельству ряда историков, исследователей, ну, например, возьмем тех же самых западноевропейцев, француз Ален Герен. Так вот, по их данным, немецкие спецслужбы прямо участвовали в создании Организации Украинских Националистов и взращивали их лидеров. Как это похоже на то, что происходило последние десятилетия на территории Украины. Эти самые националистические идеи и реинкарнированные с ними нацистские вместе с символикой тех самых коллаборационистов вскармливались на территории не только Украины западной, но и сопредельных стран, таких как Польша, таких как Прибалтика. Это самая Польша их взращивала, которая сама стала жертвой этих же самых украинских националистов во времена Второй мировой войны. Да потому что, к сожалению, ведь и не поляки решали, а решали за поляков. Ведь те поляки, которые знают, что такое украинский национализм, они знают это не только из книг, а из истории своих семей. Но им же придумали новую идеологию. Там, в натовском Брюсселе, им рассказали, что для сладкого будущего нужно забыть горькое прошлое. И тогда успех обеспечен. Не рассказали правду, что такое предлагали неоднократно на протяжении тысячелетий разным народам. И каждый раз это приводило к трагедиям. Исторические документы доказывают сотрудничество и, как правило, постоянное подчиненное положение украинских националистов представителям германских спецслужб. Рассекреченные архивные протоколы допросов офицеров германской разведки подтверждают факт вербовки Степана Бандеры. Что важно, сотрудничество украинских националистов с фашистской Германией носило идеологический, а не только сиюминутный конъюнктурный или прагматический характер. В военной доктрине ООН, Организации украинских националистов 1938 года, уже встречаются предвестники будущих зверств. Вот цитата из документа. В будущем, еще раз подчеркну, это документ ООН, в будущем украинском государстве должен быть чистый национальный состав. Не надо стесняться в методах. И далее перечисляются национальности, которые должны быть уничтожены с точки зрения этой самой украинской организации, организации украинских националистов. Среди этих национальностей в первую очередь поляки, русские и евреи. Правда, евреи называются уничижительно. Поэтому эта идеология и проявлялась потом. в жутких исторических реалиях, таких как, например, Волынская резня. Мы об этом уже неоднократно рассказывали. Естественно, продублируем ссылкой в тексте сегодняшнего брифинга. Позднее, когда война перешла на территорию Польши, украинские националисты сыграли активную роль по организации шпионажей, диверсий. Они осуществляли репрессии против мирного польского населения. Со всеми этими фактами можно ознакомиться в материалах, которые опубликованы на сайте МИД. Теперь, что касается украинской СССР. Так вот, там украинский национализм никогда не имел поддержки. И это вызывало просто звериную злобу ООНовцев, которые называли жителей УССР, я цитирую то, как они их называли, недоукраинцами. Ничего не напоминает из сегодняшней действительности? А вот это вот, кто не скачет, тот москаль. Так это то же самое. Тот, кто недостаточно зиганул, тот, кто недостаточно присягнул на верность украинскому национализму, сразу записывается в недолюди. Как там сказал Зеленский о себе, после войны украинские нацисты устроили террор против мирного населения республики. Они наладили сотрудничество с западными разведками. Я даже уверена, что западные разведки наладили с ними сотрудничество, а я бы сказала, даже его не разрывали. Они просто перевербовали их на новый лад, и все. Если до этого с ними работала немецко-фашистская машина, то потом просто все эти контакты перешли к машине западноевропейской и в первую очередь США и Канады. Они получали от них финансовую помощь. Ну, ровно то же самое, что происходит с киевским режимом сегодня. Просто тогда еще стеснялись об этом говорить, скрывали. А сейчас никто и не скрывает. Вон, министр иностранных дел Германии Анна Лена Бербок что сказал, что гордится своим дедом, который давал отпор противнику в Калининграде. Что такое за противник был в Калининграде? Красная армия была, которая балролла с нацистами, среди которых и был дед Анна Лена Бербок, которым она гордится. Точно так же гордилась, как я помню, министр иностранных дел Канады, Христе Фридлин своим дедом. Помните, был такой хомяк, это фамилия, который сдавал на территории Восточной Европы нацистский журнал, прямо так вот издавал нацистский, а потом ушел на запад, где я копался, а внучка продолжила дело деда, только уже на новом технологическом уровне. Так вот, вплоть до окончательной ликвидации бан подполье ООН-УПА в 50-е годы украинскими националистами было совершено свыше 14 тысяч вооруженных актов, было убито более 30 тысяч советских граждан, среди них дети и старики. Повторение этих действий на протяжении последних лет наблюдаем в отношении жителей Донбасса и Приазовья. Приведенные в исторической подборке сухие факты просто невозможно читать без содрогания, но давайте я приведу несколько из них. 11 апреля 44-го года село Новобрекуль с Трустовского района Тернопольской области бандеровцы, переодевшись в форму красноармейцев, под видом работ вывели 150 жителей из села и расстреляли из них 115 человек. Ничего не напоминает? А мне напоминает. Такие же постановки они сейчас творят, как, например, в Буче. Да, время немного прошло, но все те же самые истории и все те же самые просто лекалы используются. 25 апреля 1944-го года село Могильницы Бунановского района Тернопольской области в нескольких ямах в окрестностях села регулярные части Красной Армии обнаружили до 100 трупов мужчин, женщин и детей зверски замученных граждан села Могильницы и его окрестностей, а также пленных красноармейцев. 7 июня 1944-го года село Кусов Белобежинского района Тернопольской области в окрестностях села комиссия по расследованию зверства обнаружила две ямы. Там лежало около 100 трупов, включая женщин, стариков и детей. Граждане были убиты без применения огнестрельного оружия после истязания и ударами тяжелых предметов. Да такие же могилы находили на территории Донбасса, о чем наши правоохранительные органы, наш следственный комитет говорил, а мы переводили эти материалы и распространяли на международных площадках, международных организациях, тем самым цивилизованным, которые все время ратовали за права человека. Они просто отворачивались, не хотели это видеть. Еще раз говорю, лекалы те же, тот же почерк, те же преступления. А почему? Да потому что идеология та же самая, нацистская, никакая иная. И возрождение украинского национализма пришлось на период после распада Советского Союза, потому что именно тогда официальный Киев вступил на опасный путь заигрывания с украинской националистической идеологией. А почему он это начал делать? Потому что это активно все спонсировалось, потому что за героизацию лидеров ООН-УПА платили американцы и канадцы траншами, гуманитарной помощью, всякими кредитами, обещаниями, кстати говоря, многие из которых так и вообще не были никогда выполнены. Просто взятками. Ну и конечно, отдельная история это включение потомков и идеологических преемников ООН-УПА в политическую жизнь Украины уже на современном этапе. Это вообще стало ноу-хау, это стало просто такой особой ступенью вниз к разрушению украинской государственности по одной простой причине, потому что большая часть населения Украины не могла этого принять и это и привело к расколу страны. Он возревал долго, он долго тлел, а потом просто взорвалось все внутри Украины. Итогами этой политики стал спонсированный западниками вооруженный государственный переворот в феврале 2014 года, которому происшествовали неоднократные вмешательства во внутренние дела и участие в смене режимов западных стран. А опорной силой для этого становились вот эти националистические батальоны, представители той самой как бы общественной жизни Украины, которая никогда не была общественной, которая была нацистски ориентированной и хорошо проплаченной Запада. Все это называлось неким гражданским обществом. А на самом деле это были такие политические наемники, а многие из них уже были наемниками и непосредственно вооруженными. А их обучение происходило, как я уже сказала, на территории стран Прибалтики и Польши, в соответствующих лагерях тренировочных. И об этом мы говорили неоднократно, начиная с 2014 года. Сегодня коллективный Запад активно поддерживает преступный киевский режим. Почему? Да потому что его взращивал, потому что вновь буквально вскармливал эту идеологию радикальных украинских националистов из рядов ООН-УПА, потому что сделал ее опорной силой для того, чтобы превратить Украину в плацдарм, в антироссию, в полигон, в дестабилизацию ситуации в регионе, в точку нанесения, как они говорят, стратегического поражения нам, для того, чтобы исторически добиться, как считают на Западе, реванша. Не сумели тогда в середине 20 века и полагают, что сейчас настал их час. Ошибаются. Я еще раз обращаю внимание на ту подборку, которая опубликована на сайте Министерства иностранных дел. Это далеко не полный список преступлений. Это просто примеры. И хотел бы вновь подчеркнуть, украинских преступников ждет неотвратимое наказание. Российские правоохранительные органы тщательно расследуют уголовные дела, которые заводятся по каждому преступлению киевского режима. Организаторы, исполнители преступлений обязательно рано или поздно окажутся на скамье подсудимых, как и их ну и к делам совсем уж современным. Экология, куда без нее? Но, как правило, мы видим интересную тенденцию. Всех экологов буквально сдувает, как только речь идет о, например, территории Украины. Я хочу обратить ваше внимание, на официальном сайте МИД России опубликован материал об ответственности киевского режима за деградацию окружающей среды в регионе. Экологические преступления украинских вооруженных сил при спонсорстве западных режимов после начала конфликта многочисленны и очень хорошо задокументированы. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что киевский режим в ходе своей агрессии против Крыма и Донбасса с 2014 года применял методы, которые наносили серьезный и долговременный ущерб окружающей среде. После решения народов Крыма о воссоединении с Россией в 2014 году украинские власти перекрыли поступление воды на полуостров, затопив существенные территории в устье Днепра. Они нанесли критический урон Нижнеднепровскому национальному заповеднику. В то же время обширные районы Херсонской области и Крыма были подвернуты сильной засухе. Мало того, ведь киевский режим этим гордился. Не то, что не считал нужным это каким-то образом скрывать или объяснять. Не это был предмет гордости. Как сейчас, например, многочисленные материалы, которые призывают людей либо поддерживать подрыв и изничтожение гражданской инфраструктуры, в частности, в Крыму. Я имею в виду то, что издает киевский режим и те, кто находится под его контролем. Либо непосредственно участвовать в этих диверсиях. Они же гордятся этим. Это предмет какой-то особой гордости киевского режима, как они умело стимулируют людей на поддержку этих самых экстремистских и туристических актов. Вот точно так же, начиная с 2014 года, тот же самый Джамилев и его туристическая организация гордились тем, что им удается рассказывать на международных площадках о пользе подобных экстремистских акций, как, например, минирование ЛЭП, которые ведут в Крым, или перекрытие воды. Они же проводили целые презентации на этот счет в том же самом Сайте Европы и других рассадниках демократии. Последующие восемь лет военных преступлений киевского режима против отделившихся Донецка и Луганска был причинен колоссальный вред экосистемам и биоразнообразию ряда национальных парков, в частности, биосферному заповеднику Оскания-Нова. Разрушение украинской армии и гражданских производственных объектов Донецка и Луганска и Народных республик вызвало масштабное загрязнение водоемов, почв, воздуха опасными химикатами. Я хотела бы подчеркнуть, что с 2014 года подобные действия киевского режима реализовывались в регионах, которые до включения в состав России в результате референдума в 2022 году формально считались частью Украины. Их невозможно объяснить ничем, кроме полного безразличия к будущему этих мест и просто прямой ненависти к этим людям по национальному или этническому признаку. Разрушение Киевом плотины Каховская ГЭС в июне 2023 года, повлекшее крупнейшую экологическую катастрофу регионального масштаба, а я считаю, что даже и мирового, вообще стоит особняком в длинном ряду экологических преступлений киевского режима. В зоне подтопления оказалась территория около 280 тысяч гектар. Это превышает площадь некоторых государств мира, например, Люксембурга. Стремительное наводнение вызвало массовую гибель представителей флоры, фауны в нескольких природных заповедниках. В Нижнеднепровском, Каменском, Сече, Великом Лугу нанесен невосполнимый ущерб объектам растительного животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и среди их обитания. Из-за резкого падения уровня воды погибла практически вся рыба в Каховском водохранилище, а это 43 только вида. В среднесрочной перспективе существует опасность дальнейшей деградации экосистемы и опустынивания земель обширного региона в нижнем течении Днепра по причине уничтожения центрального водного резервуара, который питал эрогационные каналы в этой местности. В результате украинской атаки на дамбу опасные отравляющие вещества и загрязнители из канализационных систем и других инфраструктурных объектов с потоками воды попали в Черное море. Они оказали негативное влияние на экосистему Черноморья. В подтопленном районе было расположено около 23 тысяч жилых домов, 16 кладбищ, 15 объектов ТКО, включая 3 мусорных полигона и 12 свалок. Кроме того, в воду попало до 350 тонн технического масла из агрегаторов Каховской ГЭС. В рамках усилий по ликвидации последствий специальными службами России вывезено 18 тысяч кубических метров мусора, восстановлена телефонная связь и электроснабжение, проводятся масштабные ремонтные и восстановительные работы, осуществляется непрерывный санитарно-эпидемиологический мониторинг состояния окружающей среды и предупредительные мероприятия, в том числе бактериологические и так далее. Точные масштабы ущерба только предстоит установить. Эти будут заниматься ученые, экологи. Соответствующая работа на данный момент существенно осложнена продолжающимися военными действиями. На фоне катастрофы вокруг уничтожения Каховской ГЭС важно напомнить о других экологических преступлениях киевского режима из западных стран, которые поддерживают его оружием, да и политически воодушевляют. Решение Британии, США поставка Киеву боеприпасов с объединенным ураном провело тяжелейшим долгосрочным последствиям для региона. В результате радиоактивному заражению были подвернуты вода и почва на обширных территориях. Я тут обратила внимание, пытаются выкрутиться и международные, и мировые эксперты говорят о том, что ну это не совсем вопросы ядерной безопасности, ну конечно, ну можно даже это не объяснять. Просто нужно тогда посмотреть не только с точки зрения физики, но и с точки зрения химии на эту проблему. А там нет других вариантов, кроме как назвать это глобальной катастрофой. Данные, полученные по итогам применения подобных боеприпасов войсками НАТО в Югославии и Ираке, свидетельствуют, что в затронутых регионах следует ожидать многочисленные случаи онкологических заболеваний, преждевременных смертей, а также долговременное негативное воздействие радиации на население и животно-растительный мир. Это к вопросу о том, что буквально на днях госсекретарь США Блингетт вновь озаботился продовольственной безопасностью. Сказал, что без украинского зерна, но миру просто не жить. Правда, тут же целые страны Евросоюза сказали, что больше это зерно принимать не собираются, но вопрос-то в другом. Ведь что будет с тем зерном, которое будет произрастать на земли, которые заражены снарядами с обедненным ураном? Об этом почему-то говорит о том, что, мало того, его представители периодически заявляют и говорят о том, что все это не так опасно, как кажется на первый взгляд. А тут первого взгляда не надо. Тут есть данные ученых. Все-таки науку-то в США не до конца отменили. Попытки есть. Деньги иногда творят такое, что диву даешься. Но эти данные отменить невозможно. Что будет с тем зерном, которое станет урожаем этой самой зараженной штатами Британии земли? Куда оно пойдет? Смогут ли его потребители, даже не конечные получатели, а даже посредники, смогут ли одни его отделить? Хватит ли у них возможности для того, чтобы проводить экспертизы хорошего зерна и не очень хорошего? Но об этом сейчас ни Блинкин, ни Госдепартамент, ни те самые американские и ЕСовские монополисты в сфере агропромышленных торговых операций, они не думают, им не до этого, им сейчас нужно вновь начать набивать карманы, как они это делали все это время. Это их, они считают, не коснется. Ну, конечно. Следствием применения ВСУ образцов вооружений неизбирательного действия, в частности американских кассетных боеприпасов, стало масштабное уничтожение экосистем. Массовое использование Украины устаревших морских мин вызвало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами. Дрейфующие украинские боеприпасы обнаружены на всем протяжении прибрежной линии западной части Черного моря от Болгарии до Турции. Уповянутые факты подробно фиксируются российскими правоохранительными органами, другими компетентными ведомствами. Мы исходим из того, что Украина и ее пособники из числа государств поставщиков соответствующего оружия будут нести ответственность за возмещение учерба окружающей среде и восстановление экологии на бывших украинских территориях после завершения конфликта. А тем, кто в натовских странах полагает, что это их не коснется, я напомню их же собственную историю. Когда они проводили эксперименты, например, над Сирией, над Ливией, а до этого над Ираком, они считали, что это где-то там, далеко. И налогоплательщики стран НАТО и общественные организации, организации в сфере прав человека полагали, что это точно не про них. Ну да, может быть, не так все гладко складывается, да, возможно, это не очень красиво, а возможно, это и нормально, но самое главное, что это где-то там, далеко, это какой-то арабский мир, ближний восток, где-то ближе к Персидскому заливу, но это точно не про страны Западной Европы. Ну действительно, географию уже никто не отменял, это действительно далеко, на самом деле. Просто эти страны пришли на территорию Западной Европы не географии, а миграции. Люди, взяли из этих стран и пришли в страны Европейского Союза. А сегодня, как и последние, наверное, лет 10, то тут, то там, буквально каждый месяц проводятся научные конференции, то в Италии, то в Польше, то в Греции, о том, как же предотвратить потоки нелегальной миграции из тех стран, где НАТО проводили свои эксперименты по смене режима, по насаждению демократии, по вмешательству во внутренние дела, потому что им так хочется. То же самое стало и с Украиной. Помните, сколько Украину дразнили тем, что она вот-вот, уже буквально скоро станет членом вот этого самого западного сообщества. Ну вот буквально немного я осталась до членства в Евросоюзе, и ее вот буквально на днях должны принять в НАТО и уже почти даже приняли. Чем это закончилось? Чем эта травля, а это же травля была украинского народа, закончилась? Моральная, политическая, она закончилась тем, что действительно Украину пока еще никуда не включили. А люди встали и пришли. И стали частью Европейского Союза вот так, фактически, де-факто. и теперь проходят научные конференции, круглые столы, симпозиумы. А что же делать с теми самыми гражданами Украины, которые пришли откликнувшихся на зов Запада в эти самые западные страны и уходить не собираются? Мало того, они требуют намного большего, чем требовали до этого беженцы с Ближнего Востока по одной простой причине. Потому что они пожертвовали своей страной ради западных экспериментов. Вот если жители большинства стран Ближнего Востока особо и не радовались тем экспериментам, которые для них планировались, а многие из них просто сопротивлялись, как это делала Сирия, то граждане Украины, многие из них, значительная часть, поверила в то прекрасное будущее, которое им обещали. и пожертвовало своей государственностью, страной и независимостью ради того, чтобы им придумали красивую, сытную, безоблачную жизнь. И когда этого не случилось, они просто взяли и пришли в страны ЕС сами, своими собственными ногами. И своими собственными руками требуют намного большего, чем обычные беженцы. И еще одна не очень приятная новость для стран Европейского Союза. Уходить они не планируют. Ну и, собственно говоря, еще одной интересной теме, связанной с Украиной, с Западом и вообще со всеми этими жуткими махинациями идеологическими, политическими, инфраструктурными. 26 сентября, вот буквально через несколько дней, исполняется годовщина терактов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Напомню, они имели место у берегов Дании и Швеции. Произошедшее так называемое ЧП беспрецедентно. Речь идет о чудовищном преступлении и откровенной диверсии в отношении важной общеевропейской энергетической инфраструктуры. Давайте напомним, еще 28 сентября 2022 года, опять же, вот год назад, Российской Федерации было возложено уголовное дело по статье об акте международного терроризма, часть 1, статья 361, УК РФ. Российские компетентные органы продолжают вести расследование. Ну, естественно, в каком-то сотрудничестве, в обмене данными, материалами, предоставлении фактуры нам, естественно, отказано, как это было всегда со стороны Запада. Заказчики теракта на северных потоках ставили вполне конкретную цель разоровать взаимовыгодные энергетические связи между Россией и Европой, остальной, Западной Европой. О том, что вся эта акция имеет заказной характер и дирижируется из одного центра, говорят действия властей тех же самых западноевропейских, североевропейских стран. Так, несмотря на многочисленные официальные запросы российской стороны к руководству Германии, Швеции, Дании, поделиться имеющейся у их следственных органов информацией по данной теме, они по-прежнему упорно отказываются от сотрудничества и не предоставляют вообще никаких внятных ответов. Копенгаген и Стокгольм заявляют о продолжении неких следственных действий, срок окончания которых неопределен. Без ответа остаются направлены в октябре 22-го года главам правительства этих государств в послании председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишуся на необходимости проведения с участием председателей российских органов власти и ПАО «Газпром» всестороннего и открытого расследования взрывов на газопроводах. На обращение в ноябре 22-го года Генеральной прокуратуры нашей страны Королевской полиции Дании и прокуратуре Швеции о показании правовой помощи датские и шведские власти отреагировали отказом. Они заявили, что удовлетворение российского запроса представляло бы угрозу национальной безопасности. Представляете, а на вопрос что же или удовлетворение чего стало настоящей угрозой национальной безопасности стран Западной Европы, когда был уничтожен этот инфраструктурный объект, они ответ так и не нашли. На инициативу о создании совместных следственных групп Копенгаген и Стокгольм сообщили об отсутствии у датских шведских правоохранительных органов в принципе такой заинтересованности. То, что коллективному Западу есть что скрывать, подтверждают и лихорадочные действия прокуратуры Швеции. Она еще в конце июня заявила, что не исключая того, что все данные по делу о взрывах на северных потоках в принципе могут быть засекречены. Простите, а от кого? От кого засекречены? От людей? От граждан этих стран? От мировой общественности? Может быть, от компаний, которые понесли прямые убытки? От экологов, которые каждый раз жалеют птичку, рыбку, тигрика. А тут такое, что сейчас еще даже проанализировать невозможно с точки зрения последствий для экологии. Я прошу прощения, а как же право на доступ к информации? Ну что, очередные двойные стандарты, скажете вы? Отсутствие стандартов, отвечу вам я. Дания и Швеция неоднократно заявляли о якобы предоставлении нашей стране всей необходимой информации о проводимых расследованиях. Это не соответствует действительности. В средствах массовой информации генерируются, просто подбрасываются даже все новые версии произошедшего. Они лишь усиливают наши сомнения в желании этих государств выявить организаторов, исполнителей террористического акта на критически важном объекте, энергетической инфраструктуры. Мы реально сомневаемся, что такое желание есть у властей этих стран. Было бы, они бы вели себя совершенно по-другому. Чего стоит эта захватывающая история о неких украинских диверсантах, которые на парусном судне, обхитрившие западные спецслужбы. Ну, хочется добавить, видимо, выгребая ковшами воду с днища, сумели добраться до газопроводов Северный поток 1 и 2. Для чего все это делается? Цель очевидна отвести подозрения от тех, кто действительно стоит за диверсией на ключевом объекте энергоинфраструктуры, которая просто стала причиной колоссальных экономических и экологических последствий. Все, естественно, забыли о том, что говорил президент США и его многочисленные чиновники в феврале 22-го года, в январе, феврале, в марте. Помните, что они говорили? Они говорили, что уничтожат этот инфраструктурный проект. Но, как говорится, это же нельзя Западной Европе даже думать в ту сторону, а не то, что вести расследование. причем мы же видим, что они не только отводят внимание от ключевых вопросов, они еще и буквально зачищают следы преступлений и создают луживую картину причастности к нему России. Все это делается в информационном пространстве. Но, видимо, после этого по закону жанра, как это было и ранее, будут объявлены виновные. Мы видели, как этот сценарий неоднократно отрабатывался. Я все время вспоминаю провокации киевского режима в Буче. Помните, что там было? Когда российские войска вышли из города, мэр Буче дал интервью, сказав, что в городе все спокойно, с жителями все нормально, никаких ЧП нет. А через сутки концепция изменилась. И появились фотографии того, как улицы города буквально завалены трупами. Правда, до сих пор никто, подчеркиваю, никто, ни международной организации, ни киевский режим, ни волонтеры, ни гражданское общество, ни многочисленные правочеловеческие организации не видели списков людей, о которых идет речь. Просто нет этих списков. Мы же их запрашивали даже в секретаре организации объединенных наций. Этот вопрос ставил министр иностранных дел России Сергей Лавров перед генсекретарем ООН господином Гути Ерешем. Списков нет. Списков не было и нет. Нам отказываются их предоставить. А когда мы говорим, что дальше, говорят нам, что в принципе этих списков никогда и не было. Точно так же не проведено честных разбирательств по делу, кстати говоря, из Крипалей. Я помню все. Я помню крики Терезы Мэй в парламенте Британии. Я помню английские таблоиды. Я помню многочисленные передачи на британском телевидении. Я помню высылку российских дипломатов. Я помню историю про то, как дочь президента США показала Трампу фотографии несчастных уток в каких-то там салсберецких прудах. Я не помню только одного. А что там Скотланд-Ярд сказал относительно с Крипалей? Но ведь что-то же должен за все эти годы был сказать? Сколько лет уже прошло? Но ведь ничего не сказал? Так бывает? Да, так бывает у них и регулярно. Потому что так же было и с Литвиненко. Так же было якобы вот этой всей истории под названием отравление Навального. Так у них бывает регулярно. это их стиль. Каждая из этих центральных постановок нужна была только для оказания давления на нашу страну. Для того, чтобы в очередной раз объяснить, зачем нужно выслать российских дипломатов, зачем нужно отказаться от выполнения двусторонних договоренностей или многосторонних обязательств. Для того, чтобы убедить свою аудиторию, например, не принимать участие в каком-то российском форуме, не инвестировать в Россию. Условно говоря, отказаться от полномасштабного взаимодействия с нашей страной или, например, не выполнять того, что обещали в визовой сфере. Каждый раз разыгрывался спектакль. Никаких доказательств вины нашей страны нет и просто быть не может. Я сейчас говорю о тех публикациях, которые уже на Западе начинают на этот счет появляться. Несмотря на массированную пропаганду, западным элитам не удалось одурачить собственную общественность на этот раз. Вы вспомните их истерическую реакцию на опубликованное в феврале текущего года резонансный материал известного американского журналиста расследователя Сеймора Херша. А я вам напомню, какая это была реакция. Молчание. Нет такого журналиста в Соединенных Штатах Америки. Раньше был пуллицерский лауреат, а потом не стало, хотя он жив, здоров, и публикует свои расследования. Проведя детальный анализ обстоятельств произошедшего теракта на северных потоках, Сеймор Херш прямо указал на то, что подрыв газопроводов был результатом тайной операции ВМС США и норвежских военных. А в марте-июне текущего года западное же издание The Wall Street Journal сообщило, что западные спецслужбы знали о подготовке теракта на северных потоках, но правда указало издание, что это было сделано киевским режимом. Нет, ну а как они не знали западные спецслужбы? Байден сказал, Байден за полгода терактов сказал, что уничтожит США этот инфраструктурный проект. Потом Нуланд сказала, Байден и Нуланд об этом говорили, конечно, американские спецслужбы узнали, они же телевизор смотрят, свой, американский. Проблема в том, что они не только знали американские спецслужбы. Сегодня немецкие СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования взрывов на северном потоке и северном потоке 2, открыто говорят о том, что ниточки преступления ведут к киевскому режиму. Ну вот, как ниточки с точки зрения западных же СМИ ведут к киевскому режиму, так и денежки текут по этим же ниточкам туда же. То есть, это как? Я прошу прощения, когда вся была разыграна вот эта сценография вокруг Скрипаля, то обвинили во всем Россию и российских дипломатов выдворили из страны все страны, ну практически все страны НАТО. Так или иначе, или страны, которые еще с НАТО же, с НАТО на этот счет солидаризировались. А вы можете себе представить, если бы те же самые британские таблоиды написали, что во всем, что связано со Скрипалем, виновата Россия, и тут же Даунин-стрит выделил бы какие-то транши нашей стране. Это как? Вот мне просто интересно, если немецкие СМИ пишут, что все ниточки ведут к киевскому режиму, а это был проект, в который немецкие инвесторы вкладывали свои деньги, и тут же выходит министр обороны ФРГ и говорит, что нужно еще больше вооружений поставить к киевскому режиму, но, соответственно, и денег тоже. Как это может быть? Любопытно, что представители западного политического эстеблишмента, хотя публично никогда и не признают, но оценки эти же и разделяют. Например, вспомните Киссинджера в беседе с российскими пранкерами в июле текущего года, он, в принципе, прямо так все и сказал. По прошествии года абсолютно всем стало ясно, власти государства Европейского Союза, в первую очередь Германии, целенаправленно отказываются придерживаться неангажированной позиции в вопросах, которые касаются России. Непредельно четко продемонстрировали неспособность и даже незаинтересованность установить истинных виновников теракта на газопроводе. И это несмотря на то, что все случилось в зоне ответственности ЕС и НАТО, у его берегов. И сами западноевропейцы понесли все эти издержки и убытки. Прямым следствием такой бесхрибедности навязчиво нежелание отстаивать свой интерес защищать собственную энергетическую безопасность стала утрата Евросоюзом даже теоретических шансов на обретение стратегической автономии. Нынешние власти Германии и почти всех прочих членов ЕС безоговорочно подчинились откровенно антироссийскому курсу, который им диктует англосаксы. Вот вы знаете, это исторический анекдот. Германия всю жизнь всегда на протяжении всех столетий мечтала стать колонизатором и это ее желание сделало ее колонией. Россия безусловно будет учитывать данный момент в своем внешнеполитическом планировании, в том числе при выстраивании внешнеэкономических связей. Намерены довести до конца расследование произошедшего в сентябре прошлого года теракта на северных потоках и приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, для того, чтобы правда стала достоянием общественности. Среди очередных шагов запланированной на 26 сентября брифинг Совета Безопасности ООН по случаю так называемой годовщины теракта на газопроводах Северный поток. Я хотел бы напомнить, что за прошедший год наша страна неоднократно поднимала этот вопрос в Совете Безопасности ООН по нашей инициативе 21 февраля и 11 июля текущего года состоялись заседания Совета по данной теме. 27 марта в силу активного сопротивления западных делегаций не набрал достаточного количества голосов российский проект резолюции, предусматривающий учреждение международного механизма по расследованию подрыва газопроводов. Запад не хочет, чтобы было объективное международное расследование и поэтому заблокировал соответствующий проект резолюции. Ну и еще из западного абсурда, как вы, наверное, видели, был опубликован совместный пресс-релиз седьмого сентября действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии, председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ и директора БДИПЧО ОБСЕ. В этом пресс-релизе осуждается проведение еще, кстати говоря, только предстоящих на тот момент выборов депутатов законодательных органов и предстоятельных органов местного самоуправления на территории новых субъектов Российской Федерации, то есть Донецка, Луганская и Народных Республик Запорожской и Херсонской областей. Ну, это, конечно, все для нас не новость, единственное, что мы вновь констатируем, что функционеры ОБСЕ не только не понимают суть своих полномочий, закрепленных в принимаемых консенсусом в соответствующих мандатах, но и, в принципе, не стремятся объективно подходить к оценке существующих реалий. Вот этим всем чиновникам ОБСЕ следует не выступать с комментарием по вопросам территориального устройства государств участников организации, а наладить, наконец, нормальную практику наблюдения за избирательными процессами, в основе которой должны быть согласованы и утвержденные всеми странами членами ОБСЕ правила электорального мониторинга. Ну, а если они считают все-таки нужным, важным и, в принципе, возможным комментирование электоральных процессов внутри каждого государства и уж не могут себя сдержать от комментариев относительно территориального устройства государства участников ОБСЕ, я жду их совместного, вот такого же совместного пресс-релиза относительно Косова и всего, что там происходит. Выборы, переговорный процесс, заявление о якобы независимости, самостоятельности, суверенитете. Забыла, когда последний раз председательство и действующие руководящие органы ОБСЕ на этот счет что-либо подобное выдавали. А я напомню, что у решения властей, как бы властей Косова о том, что они становятся независимым как бы государством, нет никакого международно-правового обоснования. Мало того, это прямо противоречит резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций 1244. Еще раз хочу спросить, напомните, пожалуйста, действующее председательство, директоры БДИПЧ, председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ. Когда последний раз вы на этот счет что-либо публиковали? Ведь в Косово тоже проходят выборы. Несколько важных дат в наших внешних связях. 21 сентября Республика Армения отмечает 22-ю годовщину независимости. Мы убеждены, что развитие многогранного сотрудничества между Москвой и Ереваном отвечает коренным интересам народов двух стран. Мы выступаем за углубление взаимопонимания по основным вопросам двусторонней региональной поиски дня, а также в пользу укрепления внешнеполитической координации как на международных площадках, так и в рамках общих индукридационных объединений. Пожелаем гражданам Союзной Армении, включая коллектив МИД Республики, крепкого здоровья, благополучия и успехов. Подтверждение серьезности нашего настроя и искренности нашего подхода, я имею в виду развивать разноплановые взаимовыгодные связи с союзником по ОДКБ, также укреплять гуманитарное и социально-экономическое присутствие на юге Армении. Это, например, один из примеров учреждения нового российского дипломатического представительства в этом стратегически важном регионе республики. В начале сентября в его административный центр город Капан прибыла передовая группа российских дипломатов для подготовки к открытию генерального консульства. С учреждением новой точки станет проще налаживать межрегиональные контакты, уплотнять образовательное и культурное взаимодействие, расширять возможности местного бизнеса по налаживанию кооперации с российскими партнерами. Проживающие в регионе российские граждане получат полный и беспрепятственный доступ к государственным услугам. Наши сотрудники уже начали подготовку к проведению открытого семинара по консульским вопросам, где все желающие смогут получить исчерпывающие консультации по интересующим их темам. О месте и времени будет сообщено через интернет-ресурсы нашего посольства в Ереване. И хотел бы обратить внимание на то, что волнует очень многих. Вот сейчас опять эпидемиологи говорят и делают предупреждение относительно ковида и так далее. Вот, вы знаете, обратили внимание еще и на другое. На результаты опубликованного 29 августа в авторитетном американском медицинском издании Frontiers in Immunology исследования воздействия на детский иммунитет американо-немецкой вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19. Так вот, по итогам проведенного командой австралийских ученых анализа трех десятков проб были подтверждены ранее полученные данные о том, что по сравнению с другими вакцинами Pfizer вырабатывает гораздо меньше нейтрализующих антител против коронавируса. По итогам нынешнего исследования ученые установили, препарат вызывает у детей ослабление иммунной системы и провоцирует развитие ВИЧ. Отмечается высокий риск заражения другими инфекционными заболеваниями, в частности золотистым стафилококом, кишечной палочкой, туберкулезом, пневмонией, гепатитом B, а также COVID-19. Выявлены случаи повреждения тканей головного мозга, отмечено снижение детского организма к иммуностимуляторам. Согласно материалам отчета, я еще раз хочу подчеркнуть, это не российское издание, это не российские ученые. Так вот, согласно материалам западных ученых, угнетающий эффект сохранялся на протяжении всего периода исследования в течение полугода. Опять же, западные ученые не исключают пожизненного разрушения иммунитета у привитых детей. Хотел бы напомнить, еще ранее, в 2021 году были опубликованы неутешительные результаты, все ссылки на эти исследования мы обязательно разместим в тексте брифинга. Так вот, еще ранее, в 2021 году были опубликованы неутешительные результаты исследования о воздействии вакцины Pfizer на пожилых людей. Тогда было установлено, что через полгода после вакцинации препаратом полноценный иммунитет к коронавирусу нового типа сохранился меньше, чем у трети исследованных пожилых людей. При этом, лишь у 50% испытуемых, получивших разовую дозу вакцины Pfizer, имелись поддающиеся количественные оценки антитела против альфа и бета вариантов COVID-19. Еще хуже обстояли дела у пожилых людей с более слабой иммунной системой, которые принимали вакцину Pfizer. Исследователи обнаружили, что у них вырабатывалось еще меньше антител, чем у тех, кто вовсе не вакцинировался. И как следствие это приводило к еще большему ослаблению иммунной системы пожилых рецепиентов препарата. Примечательно также данные, которые были опубликованы в апреле Министерством обороны Российской Федерации. Там отмечалось на момент одобрения вакцины у концертна Pfizer были реальные доказательства, которые подтверждали повышенный риск серьезных патологий сердечно-сосудистой системы после вакцинации. И все это свидетельствует о том, что вакцину Pfizer от CoronaVirus выпустили с серьезным побочным эффектом из-за сговора между производителями и западными чиновниками. При этом в американском врачебном сообществе было хорошо известно ее слабых свойств, которые почему-то так и не были устранены, но почему-то это дорого стоило. Любопытно, что советник Белого дома по проблеме коронавируса, иммунолог и большой пропагандист Pfizer Энтони Фаучи оказался вообще в принципе не в состоянии доказать пользу от вакцинации над естественным иммунитетом. Но коммерческие интересы среди западных элит в очередной раз взяли верх над заботой об охране здоровья людей, об астрономических прибылях в Pfizer и крупных откатах концерна руководства Европейской комиссии. Помните, да, весь этот скандал с Урсулой фон дер Ляйен, за зеленый свет начала массовой вакцинации и каких-то мультимиллиардных закупках американской вакцины Европейским Союзом мы уже говорили, потому что об этом говорили все. Ну вот еще из-за абсурда западных стандартов. На прошлой неделе верифицированные аккаунты Министерства иностранных дел России вновь подверглись неприкрытой цензуре со стороны американских IT-корпораций. Под рестрикции незаконные вновь попали учетную запись в видеохостинге YouTube. Нам вынесли так называемые предупреждения и удалили более 20 материалов, 12 брифингов. Подобное мы уже проходили в март-апрель 2022 года, напомню. И тогда мы сказали, будут еще удаления наших брифингов и материалов, а в данном случае были удалены выступления Лаврова в ходе сегмента высокого уровня 49-й сессии Совета по правам человека ООН в март 2022 года, интервью Сергея Викторовича телеканалом RT, NBC News, между прочим, ABC News, ITN, Франц-24, медиакорпорации КНР и так далее. Вот мы же тогда сказали, что будут удаления, будут рестрикции наши ответные в отношении западных журналистов. Я вам обещаю, они будут. И потом, это я теперь обращаюсь к изданию политика, не надо задавать вопрос, а что не так с американскими или ЕСовскими или британскими журналистами, которые почему-то не могут оперативно получить аккредитацию, визу и так далее. С ними все нормально, ненормально с теми, кто занимается подобными манипуляциями. Нормальные журналисты работают как журналисты, а те, кто занимается информационными войнами, делают все для искажения информационного пространства. Мы будем на это отвечать, мы умеем на это отвечать, в этот раз мы тоже ответим. Не буду больше, так сказать, на этот счет что-либо говорить. Да, и, кстати, единственный вопрос, который хочется задать, вот перечисленные каналы, они в курсе, что их интервью удалены с YouTube. И самая интересная причина-то никто не назвал. Мы обязательно ссылки на эти интервью дадим в тексте сегодняшнего брифинга, но мы обязательно также и направим уведомительные письма тем корпорациям, кто брал у российского министра интервью и кто, в общем-то, стал жертвой цензуры YouTube по неизвестным причинам. Вот, кстати, если вы посмотрите на правила видеохостинга YouTube, там написано, что хостинг запрещает публиковать контент, в котором восхваляются насильственные действия против отдельных лиц и определенной группы людей или там содержатся призывы их совершать. Не разрешается также размещать ролики, в которых есть призывы к унижению и оскорблению лиц или группы лиц. Минуточку. Так это тогда нужно затереть весь CNN. Я сейчас про украинские каналы, ну, на самом деле, один канал, там же остался только один рупор, вообще не говорю, там 24 часа в сутки кроме ненависти вы не увидите ничего. BBC надо зачистить, там столько интервью, заявлений, репортажей относительно того, что нужно сделать с Россией и с русскими. Про немецкие средства массовой информации тоже говорить даже не приходится, все просто дышит ненавистью к России, к русским и так далее. Как вот быть с выражениями, которые позволяют себе тот же самый киевский режим, который в открытую призывают убивать как можно больше русских. Вот, например, Россия должна исчезнуть с карты мира, Украина ненавидит вас, россияне. Это вообще-то официальные лица в Киеве говорят, и все это зафиксировано в Ютьюбе. Собираетесь удалять? Ни в одном выступлении в ходе наших брифингов, в ходе интервью министра иностранных дел России или других наших представителей никаких высказываний, даже намеков на лексику ненависти не было и в помине, потому что это противоречит нашей жизненной философии. Все наши видео по-прежнему, напомню, размещаются на сайте министерства, на русском и на других языках, в наших аккаунтах в Рутюб, в других социальных сетях. Все это продолжает функционировать. А Ютьюб, его владельцы, корпорация Google, обязаны прекратить тотальную зачистку цифрового пространства от любых альтернативных точек зрения, должны прекратить отрабатывать политический заказ американских спецслужб в рамках развязанной против России информационной войны и гибридной агрессии. 24 сентября отмечается 50-е годовщина по разглашению независимости Республики Гвинеи Бессау. Дипломатические отношения с этой страной были установлены 6 октября 1973 года. Дусторонние отношения носят традиционно дружественный характер, поддерживается регулярный политический диалог, в том числе на высшем, высоких уровнях. Делегация Республики Гвинеи Бессау во главе с президентом этой страны приняла участие во втором саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Напомню, он состоялся 27-28 июля текущего года. На полях остались переговоры с президентом Российской Федерации. Поступательно развиваются контакты по межпарламентской линии. Делегация Республики Гвинеи Бессау во главе с председателем Национальной Народной Ассамблеи, а это парламент этой страны, приняла участие во второй международной парламентской конференции Россия-Африка. Она состоялась 19-21 марта текущего года в Москве. В рамках этого мероприятия состоялась встреча руководителя парламента Республики Гвинеи Бессау с председателем Государственной Думы господином Володиным. Достигнут договоренность об учреждении группы дружбы между парламентами двух наших стран. В ходе 77-й сессии Генассамблеи Гвинеи Бессау традиционно поддержала российские проекты резолюции о борьбе с герризацией нацизма по космической проблематике международной информационной безопасности и воздерживалась при голосовании по проектам антироссийских резолюций. Имеется значительный потенциал развития двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей, а в 2023 году отмечается возросший интерес российских добывающих компаний к гвинеискому рынку. В апреле 2023 года рождении бокситов в марте текущего года там находились представители Паулу Койл. Они зондировали возможность участия в проекте по добыче углеводородов на местном шельфе. Поступательно развивается российско-гвинейское сотрудничество в области образования. В советских, а теперь российских вузах было подготовлено свыше 5000 гвинейских специалистов. За последние пять лет выделяемая Республике Гвинея писала квота госстипендий увеличилась более чем в два раза. За период 22-23 годы я имею в виду учебные годы она составила 57 человек еще 15 гвинейских студентов получили возможность обучаться в России по результатам вузовских олимпиад. На текущий 23-24 учебный год принято решение увеличить квоту до 75 человек и готовы к продолжению плодотворного многопланового сотрудничества с этой страной на благо народов наших стран в интересах поддержания мира стабильности на африканском континенте. Ну и конечно желаем всем гражданам гвинея Бесау мира, благополучия и здоровья. И в ряду знаменательных событий, которые отмечаются 19 сентября, это 20-летие вступления в силу Хартии ШОС Шанхайской организации сотрудничества. Она утвердилась как самостоятельный, влиятельный, авторитетный участник системы международных отношений. Напомню, что в Хартии заложены идейный философский фундамент и основы ШОС, основополагающие принципы, ориентированные на равенство, взаимный учет интересов, уважение собственного пути развития каждого государства, открытость для совместного поиска оптимальных взаимоприемлемых решений. Ну и опираясь на этот тогда новаторский документ, ШОС вносит реальный вклад в построение нового справедливого многополярного меропорядка и обеспечение надежной безопасности устойчивого развития на пространстве организации. Убедительное проявление привлекательности Шанхайской организации сотрудничества, постоянное возрастание интереса к работе в этом формате, я думаю, служит расширением состава ее участников. Напомню, в настоящее время организация объединяет 9 государств-членов и на завершающей стадии находится обретение Белоруссии статуса государства-члена. В круг шоссовских стран уже входят 14 партнеров по диалогу и 2 наблюдателя. И число желающих подключиться к шоссовскому процессу продолжает увеличиваться. Россия рассматривает укрепление ШОС с развитием многогранного сотрудничества в этом формате в качестве одного из ключевых приоритетов своей внешней политики. Я готова ответить на ваши вопросы. С нами ли журнал «Международная жизнь»? Здравствуйте, Мария Владимировна. На днях президент Турции Реже Таид Эрдоган выступил с инициативой и предложил лидерам России и Азербайджана и Армении встретиться, провести четырехстороннюю встречу по Карабаху. Как бы вы могли прокомментировать данную инициативу? Да, мы видели на этот счет материалы в СМИ, но официальных обращений турецкой стороны пока не получали. Традиционно мы, как вы знаете, поддерживаем тесный диалог с Анкарой по различным аспектам Международной поиски дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе и параметрам совместной работы в рамках консультативной региональной платформы 3 плюс 3. Спасибо большое. Еще один вопрос. 15 сентября выступая по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, Сергей Леонидович Лавров сказал, что продолжаются усилия в Ватикане, в том числе последнические, и посланник собирается приехать в очередной раз в Москву. И вот министр сказал, что со всеми готов встречаться и разговаривать. Не могли бы вы уточнить, есть ли понимание по срокам визита к кардиналу Маттео Дзупи в Москву? Ну, мы, как вы знаете, всегда говорили, что с уважением относимся к усилиям Святого Престола, которые направлены на поиск путей мирного регулирования конфликта на Украине. С момента начала специальной военной операции поддерживаем с Ватиканом, можно сказать, регулярный конструктивный контакт. Об этом свидетельствует и недавний визит в Москву, упомянутый вами кардиналу наш диалог носит традиционно открытый доверительный характер. Изначально об этом говорили, именно так выстраивали нашу работу. Укрепилось двустороннее взаимодействие по гуманитарным вопросам. Мы готовы к продолжению такого сотрудничества, к дальнейшим контактам с представителями Ватикана тоже готовы. Ну, если появится какая-то конкретика на этот счет, обязательно этим поделимся. С нами ли, если у вас все, с нами ли радиоспутник? Да, здравствуйте, Мария Владимировна, здравствуйте, Олег Обухов, обозреватель радиоспутник. Мария Владимировна, вот Джо Байден намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби перед тем, как собирался выступать президент на Генассамблее ООН. Так вот вопрос такой, насколько своевременно подобное предложение и нужна ли реформа Совета Безопасности ООН в нынешних условиях? Вы знаете, о реформе Совета Безопасности говорят все давно. Но, я не знаю, возможно, президент США господин Байден только сейчас узнал об актуальности этой темы, не мне судить, но вообще эта тема на повестке по-моему уже лет 10, если не больше. Вопрос в том, каким образом проводить это расширение или реформу, все по-разному называют. Мы свою позицию выстроили на этот счет. Это расширение или это реформа не должны происходить просто ради процесса. И уж точно не должны вести к ухудшению работы Совета Безопасности, которая, в общем, и так, как вы видите, периодически проходит со скрипом. И многие говорят о кризисе Совбеза, не хочется в это верить, хочется сделать все, чтобы кризиса не было. И если проводить реформу Совета Безопасности, то она должна вести, она должна иметь свои конечные цели повышение эффективности. работы этого чрезвычайно важного органа и реализацию всего того, что там туда было привнесено отцами-основателями, конечно, при учете новых современных реалий. Поэтому мы постоянно акцентируем необходимость реформы Совбеза в целях адаптации к современным реалиям. Мы активно участвуем в соответствующих межправительственных переговорах в Нью-Йорке, а напомню, они идут с 2009 в ходе профильных дискуссий рассматриваются все аспекты возможных преобразований, это и категории членского состава Совбеза, и правовета, региональная представленность, и размер Совбеза, его рабочие методы, и отношения между Советом и Генассамблеей. Убеждены, что на фу... Да, неоднократно, я бы сказал, даже регулярно на этот счет высказывается министр иностранных дел России, можно зайти на сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации, в поисковой строке в битере в поруме Совбеза, и в общем вы увидите огромное количество развернутых комментариев, справочных материалов, интервью, заявлений, выступлений на этот счет российских представителей. Мы убеждены, что на фоне становления многополярного мироустройства и появления новых центров силы на глобальном юге, Совбез должен быть расширен только за счет развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, справедливо претендующих на более значимую роль в мировых делах. Особенно выделяем таких естественных кандидатов на постоянное кресло в Совете, как Индия и Бразилия. И конечно мы исходим из необходимости исправления исторической несправедливости в отношении африканского континента в параметрах согласованных с самими африканцами. А вот увеличение в Совете, причем в какой бы то ни было категории членства, числа и так перепредставленных западных государств или государств, которые полностью ассоциируются с себя с вот этой натоцентричной осью, не добавят Совету безопасности демократичного характера, не приблизят нас к построению более справедливой архитектуры международных отношений, а мне кажется просто уже и заблокируют реализацию целей и задач самого Совета безопасности. Поэтому амбиции Германии и Японии по получению перманентной прописки в данном органе абсолютно беспочвенно, о чем мы неоднократно говорили. Нужно в этом вопросе по вопросе реформирования Совбеза продвигаться максимально осторожно, обдуманно, на кону авторитет ключевого элемента ооновской архитектуры, между странами сохраняются серьезные противоречия по всем аспектам реформенной повестки, все это необходимо кропотливо прорабатывать и преодолевать. И, конечно, вот эта самая эвентуальная реформенная модель должна пользоваться поддержкой подавляющего большинства государств-членов, а в идеале получить консенсусное одобрение. Ну, собственно говоря, мы должны исходить из тех основ, которые были заложены при формировании Организации Объединенных Наций. И тоже, можно сказать, анализируя нынешнюю международную обстановку, необходимые условия для конкретных шагов на этом треке, увы, еще не сложились. Есть ли у вас еще вопросы? Да, есть еще один вопрос по поводу взаимоотношений Армении и Азербайджана. Вот, было сказано, что эти страны не подпишут мирный договор на саммите европейского политического сообщества в октябре в Гранаде, об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян. А какие обстоятельства могут помешать странам договориться все-таки на ваш взгляд, Мария Владимировна? Договориться кому с кем? Азербайджану с Арменией. Вы понимаете, ну, уже сказано было и говорится на каждом брифинге, буквально каждый раз одно и то же. Есть солидная правовая основа для реализации всего того, о чем договорились. Не просто устные договоренности, письменные, зафиксированные. Говорить о точных сроках или, я не знаю, конкретных параметров выработки мирного договора, того, как он будет вырабатываться, как он будет подписываться, я думаю, что это может оказаться контрпродуктивным. Важно, и то, что будет реально продуктивным и реализовать все то, что зафиксировано было документально. Ну, и, конечно, повторяли и повторяем вновь, документ должен обеспечивать баланс интересов между Азербайджаном и Арменией для того, чтобы служить главной цели, а именно закладывать прочный устойчивый мир в регионе. И еще раз вернемся к основному. Это можно сделать, реализуя вот все эти дорожные карты, о которых договаривались и которые были зафиксированы в том числе и на бумаге. Спасибо, Мария Владимировна. Вам спасибо. Идем дальше. С нами Ли, медиакорпорация Китая. Да, Мария Владимировна, добрый день. У нас всего один вопрос. На днях Йен Столтенберг заявил, я процитирую, мы должны быть готовы к долгой войне на Украине. То есть он подчеркнул, что по его мнению конфликт закончится нескоро. И действительно, с одной стороны все больше и больше западного оружия поставляется Киеву. Сейчас, возможно, в скором времени Вашингтон даже передаст крайне ракетный комплекс большой дальности, оснащенный кассетными бомбами. При этом многие страны мира с другой стороны ищут возможности для политического урегулирования конфликта. Так, например, недавно посол КНР в России Джан Хань Куэй вновь призывал к переговорам, чтобы избежать эскалации конфликта. Но и при этом генсек НАТО, повторюсь, все же призывает готовиться к долгой войне. Так вот, хотелось бы понимать, как Вы можете прокомментировать такую позицию. Спасибо. Да, я могу сказать, что он сказал то, что, наверное, они долгое время НАТОвцев считали необходимым держать в тайне. Но на самом деле это было очевидно и было явным для нас и для очень многих. Они действительно хотят затяжного, долгого, мучительного кризиса в регионе. Это, в принципе, схоже с тем самым управляемым хаосом, который лежит в основе западного мировоззрения внешнеполитического, международного. Он уже неуправляемый за последние десятилетия был этот хаос, который они насаждали. Ну, не было примеров управляемого хаоса. Но когда они говорят, что нужно готовиться к... Когда НАТОвцы говорят о том, что необходимо готовиться к затяжному кризису, они несколько просто лукавят с формулировкой, они должны были бы сказать, что они готовят затяжной кризис, потому что они делают все для этого. Все ингредиенты на столе. Поставки вооружений, спонсирование, политическая поддержка, разжигание ненависти, так сказать, санкционные, незаконные действия по всем фронтам и так далее, и так далее. Вот, в принципе, он, я имею в виду, Столтенберг озвучил все как есть, только чуть точнее должна быть формулировка. Нужно им было сказать не о том, что миру следует готовиться к затяжному кризису, а то, что НАТО готовит затяжной кризис на Украине. Спасибо. У вас только один был вопрос, да? Да, вопрос один. Так, с нами Лер БК. Да, да, на связи. Мария Владимировна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как в министерстве оценивают заявление премьер-министра Армении о том, что российский миротворческий контингент не справился с задачей в Нагорном Карабахе? Ну, вы знаете, мы видели разные заявления Еревана. Было, например, 7 октября 2020 года тоже премьер-министр Армении заявил, что Нагорный Карабах не может и не будет никогда в составе Азербайджана. Это уже исключено 100% в конец цитаты. Вот, понимаете, а потом он заявил другое. Поэтому я думаю, что, наверное, и с этим заявлением наверное, как-то так же к нему следует относиться. Мы знаем, собственно говоря, что необходимо сделать для урегулирования ситуации. Я об этом говорю, по-моему, уже из брифинга в брифинг. Об этом говорят все, кто участвует в переговорном процессе в качестве посредника с российской стороны. Выполнить все то, о чем договорились. Не провоцировать ситуацию, работать на ее успокоение и урегулирование. Быть ответственными в плане выполнения взятых на себя обязательств. Вот недавно только Азербайджан объявил о проведении антирористических мероприятий на территории Карабаха. Уведомлял ли Баку об этом Москву? И как, по-вашему, эти мероприятия отразятся на миротворческих усилиях России в регионе? Во-первых, я могу сказать, что сейчас у нас идут контакты с, в том числе, азербайджанской стороной. Второй момент, я думаю, что в ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии Министерства иностранных дел. Относительно уведомления, мы получаем эту информацию от азербайджанской стороны. Поняла, спасибо вам. Вам спасибо. С нами Ледомовский пост. Да, здравствуйте, у нас было два вопроса. Один вот только что коллега задавал. Собственно, сразу приступим ко второму. В Сеуле довольно жестоко жестко адаптировали на недавний визит лидера КНДР на российский Дальний Восток. В частности, президент Юн Сонг Йолио в интервью заявил, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией незаконно и неправильно, поскольку противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и различным международным санкциям. Прозвучали также угрозы ответных мер в случае сделок между Москвой и Пхеньяном по поставкам вооружения и передачи ракетных технологий. Как Вы могли прокомментировать подобные высказывания южнокорейских официальных лиц? Ну, вы знаете, как, наверное, неуместные и даже малоадекватные. Если в Сеуле вспомнили про санкции международное право, то хочется напомнить, что, наверное, в первую очередь Южная Корея должна отвечать за собственные действия в этой сфере и не присоединяться к незаконным односторонним санкциям, в частности, в отношении России. Ну, наверное, не стоит присоединяться к односторонним незаконным санкциям в отношении любой страны, но, учитывая, что мы сейчас говорим о нашей стране и двусторонних отношениях с Южной Кореей, то я поэтому и сказала о Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, мы считаем эту реакцию эмоциональной и призываем в Сеул не ориентироваться на разного рода слухи, домыслы. Принятые на такой шаткой основе необдуманные решения нанесли бы серьезный ущерб отношениям между нашими странами, которые без того переживают непростые времена, из-за, подчеркну еще раз, присоединения Сеула к антироссийским санкциям, незаконным антироссийским санкциям и участия Сеула в американской политике расширенного сдерживания в рамках трехстороннего альянса США и Японии. Полагаем, что прошедший саммит, равно как и все другие контакты между Москвой и Пьяньяном, не только не ведут к обострению напряженности на корейском полуострове, но наоборот способствуют ее снижению. В конечном итоге это будет отвечать интересам самого Сеула. И еще хотел бы сказать, что если есть какие-то вопросы, не знаю, что-то хочется прояснить, какие-то нюансы, наверное, перепроверить, то надо, наверное, я так знаю, и из практики дипломатии, и из теории дипломатической работы нужно не к микрофону бежать, нужно ориентироваться не на газетные какие-то статьи, кстати, не говорю, что среди них не может быть профессионального анализа, но уж точно не на таблоида, а нужно работать по дипломатической линии, нужно для этого развивать контакты, нужно для этого сохранять нормальные возможности для диалога, нужно для этого общаться так, как это и предполагает дипломатия. И тогда не будет никаких недомолвок, тогда будет возможность получать оперативную информацию, тогда будет обмен мнениями, воззрениями, ответ на интересующие вопросы. Со своей стороны, вот к такой работе мы всегда готовы, несмотря на разность взглядов, подходов и так далее, мы всегда готовы к взаимоуважительному, равноправному диалогу и всегда готовы ответить на вопросы, подчеркну, на равноправной, взаимоуважительной основе. Спасибо. Так, с нами ли Рейтер? Да, Мария Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Если вы позволите, два вопроса. Первый, после недавних ударов Украины по Крыму в соцсетях появлялись сообщения о том, что эти удары, в частности удар по судоверфи в Севастополе, были нанесены с использованием британских ракет, британских крылатых ракет Storm Shadow. Есть ли у вас информация о том, что это были действительно британские ракеты? И если да, то каким будет возможный ответ Москвы-Лондону? Давайте начну со второго. На ракетные обстрелы у нас отвечают предпринятиям и реализации силовых действий. А это, соответственно, то, чем занимается Министерство обороны и Вооруженные силы Российской Федерации. Не уверена, что они будут рассказывать об этом до, но всегда информируют после. Что касается использования зарубежных вооружений, которые поставляются киевскому режиму, в том числе по линии Британии, мы об этом регулярно говорим. Этот конкретный аспект я обязательно уточню у военных наших экспертов. Вы тоже можете это сделать. Но беру этот вопрос на проработку. Спасибо. И второй, тоже касающийся украинского кризиса. Коллеги из New York Times сообщили о том, что удар по Константиновке в начале сентября в котором Украина объединила Россию. По результатам их расследования был нанесен украинской зенитной ракетой БУК, выпущенный, соответственно, украинскими военными. Есть ли у вас тоже комментарии на эту тему? Да, комментарии есть, он готовится. Я думаю, что в ближайшее время после проработки экспертов мы обязательно его опубликуем. Очень увлекательная тема, многогранная, с исторической подоплекой. Я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, сегодня мы это сделаем. Спасибо вам большое. Вам спасибо. С нами телеканал Компакт ТВ. Германия. Да, здравствуйте, Мария Владимировна. У меня стратегический вопрос. До сих пор большая разница между американской и российской внешней политикой заключается в том, что американцы свергают правительства, которые им противостоят и заменяют их послушными марионетками. Пока Россия так не поступала. В нынешнее время Россия, как и раньше Советский Союз, снова проявляет активность на мировой арене и поддерживает не только Африку, но такие страны, как Сирия, Венгельсиэль, Никарагав, в их борьбе за суверенитет против западного влияния. Могут ли разумно мыслящие граждане в Западной Европе, особенно в Германии, надеяться на более активную поддержку со стороны России, чтобы спросить Иго Вашингтона и его берлинских и бразильских вассалов? Как минимум половина насильных Германии об этом мечтает. Спасибо. Вы знаете, это все-таки не должно рассматриваться как какой-то футбольный матч. Вот я смотрю на очень многих обозревателей, обывателей, людей, кстати говоря, искренне переживающих за международные отношения. И такое складывается ощущение, что они смотрят какое-то, не знаю, футбольное соревнование, какой-то чемпионат и болеют за одну команду, и болеют за другую команду, но это не матч, и это не игра, которая ведет просто к красивому процессу и к победе одних и поражению других, и на следующий день все может начаться заново, будет еще один матч. Дело в том, что на кону жизни, сейчас уже, жизни людей, а не просто людей в отдаленных регионах или людей, которых на Западе считают людьми второго сорта, как, например, исторически считали людей, проживающих в странах или называющихся восточными славянами. Здесь уже идет речь глобально о нашем мире, потому что на кону все, это и жизни людей, в частности, которые участвуют в открытой фазе конфликта на Украине, это и продовольственная безопасность, это и радиационная безопасность, это и бактериологическая, биологическая безопасность, учитывая количество настроенных американцами биолабораторий в нашем регионе и по всему миру, безопасность в связи с минированием большого количества территорий, это и в том числе, извините меня, идеологическая и психологическая безопасность, учитывая, что идеология нацизма, неонацизма, фашизма, дискриминации, ксенофобии буквально процветают и активно спонсируются Западом. То есть это колоссальное количество аспектов безопасности. Нужно ли мне говорить про экологическую безопасность? Мы сегодня уже об этом говорили, подрыв северных потоков, которые, в общем-то, стали буквально рутиной, то есть как будто ничего не произошло на Западе. Я не знаю, добыча незаконной нефти, природных ресурсов на оккупированных сирийских территориях, оккупированных американцами, что там происходит с экологией, как там происходит все. О терроризме, как о сфере сотрудничества, мне кажется, на Западе вообще все забыли, я имею в виду о контртерроризме. Терристические, экстремистские ячейки используются Западом для, так сказать, противостояния с неугодными странами. Поэтому надо говорить о том, что сейчас мы видим, не как о интересной захватывающей схватке, а как о том, что ставят на кон судьбу планеты, ни больше, ни меньше. Еще вы сказали, что разница между американской и российской внешней политикой заключалась в том, что американцы свергают правительство, и что Россия раньше так не поступала, а сейчас было бы здорово, чтобы она начала так себя вести. Мы так не поступали, не поступаем, поступать не будем. Я вам могу сказать, что мы поступали и поступаем и будем поступать ровно противоположным способом. Мы всегда на стороне законности, законных правительств. Мы это доказали в Сирии. Вот мне кажется, ситуация в Сирии доказывала наш принципиальный подход. Мы не за обогащение, мы не за перекройку геополитическую, мы за сохранение той самой государственности, которая основана на праве, которая фиксирует волю народа в правовых рамках. И это и есть основа безопасности, как региональной, так и мировой, важнейший ее компонент. Украина. Мы столько сделали для того, чтобы сохранить возможность для мирного урегулирования, выработали минские договоренности, которые потом были скреплены подписями многих международных участников, в том числе в рамках Совета безопасности ООН и его резолюции. Когда это стало уже нереализуемо, потому что Запад заявил, что и не собирался никогда реализовывать минские договоренности, а людей убивали, убивали кроваво, расправлялись над людьми, тогда и это стало угрозой уже регионального и мирового масштаба, тогда мы перешли к специальной военной операции, но основы остались остались те же, о которых я и говорила. Поэтому если вы ждете, что мы станем такими же, как Запад, мы этого не сделаем, потому что это и будет проигрышем. Нельзя борясь с чем-то, что тебе не нравится, начинать действовать этими же методами, потому что тогда ты становишься таким же злом, и это автоматически еще хуже, чем поражение. Это двойное поражение. Мы были теми, кем мы остаемся и кем мы будем в будущем. Мы те, кто отстаивает законность, право, стремится к справедливости, защищает людей на основе закона и сохраняет историческую память и не позволяет навязывать себе чуждую разрушительную идеологию. Извините, что так долго и философски, но такой у вас был вопрос. Да, да, спасибо. Так, с нами ли Ньюс.ру? Здравствуйте, новостное агентство Ньюс.ру. У нас три вопроса. Первый вопрос подтверждает ли мит, что бывший командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин занял пост главы Координационного комитета СНГ по вопросам ПВО. Как вы прокомментируете слухи о том, что он может возглавить миссию по поддержанию мира в зоне Сахеля? Вы, простите, меня точно не путаете с Игорем Коношенковым? Ну, это все вопросы, конечно, к Министерству обороны по одной простой причине, потому что в соответствии с соглашением о создании объединенной системы противовоздушной обороны государства участников СНГ, это соглашение было подписано 10 февраля 1995 года, Координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны является органом при Совете Министров обороны государств участников СНГ. Соответственно, и компетенция по комментариям оперативным, долгосрочным и так далее за Министерством обороны. просто для того, чтобы не было каких-то разночтений, каждый должен заниматься своим вопросом. Так, есть у вас еще вопросы? Спасибо. У нас второй вопрос. Как вы можете прокомментировать новость об одновременном функционировании Лачинского и Агдамского коридора? Намерена ли Россия направить какую-либо гумпомощь в ближайшее время? По поводу Лачинского и Агдамского коридора и гуманитарной помощи мы буквально вчера разместили комментарий о том, что российская страна продолжает содействовать разрешению гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе на основе инициативы российского министра иностранных дел о параллельном разблокировании маршрутов для гумперевозок и рассказали о том, что 18 сентября благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста при участии и Медроссия в регионе одновременно с обоих направлений были доставлены партии продовольствия и медикаментов и мы ожидаем продолжения беспрепятственных регулярных гуманитарных поставок в интересах местного населения. Соответственно, могу лишь переподтвердить еще раз нашу позицию и мы приветствуем очередные поставки гумпомощи. Конечно, продолжим усилия по управлению гуманитарной ситуацией в регионе. Спасибо. У нас последний вопрос. Как вы можете прокомментировать намерения президента Байдена встретиться с главами пяти стран Центральной Азии? Какие могут быть ответные меры Москвы и будут ли они? Вы знаете, мы с уважением относимся к суверенному праву государства развивать свое сотрудничество с другими странами мира. И делаем это искренне и много лет, десятилетий это доказывали. Вопрос лишь в том, чтобы такое взаимодействие работало на благо и не создавало бы дополнительной напряженности или каких-либо новых разделительных линий. К сожалению, как показывает история, роль Соединенных Штатов Америки, как правило, деструктивна. Их намерения прекрасные, чудесные, замечательные. На деле все это оборачивается ровно противоположным. Вместо взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества Вашингтон как раз создает разделительные линии и пытается поставить независимые государства перед выбором с нами или против нас. Ну, собственно говоря, возьмите сценарий, который штаты разыгрывали, вмешиваясь во внутренние дела различных государств, вы это увидите. Они пытаются просто навязать фальшивый искусственный выбор и разыграть при этом определенный набор внешнеполитических приоритетов, которые не характерны для естественного хода исторического развития в том или ином регионе. В данном случае мы очевидно наблюдаем попытку оторвать страны Центральной Азии от их естественных обусловленных и географии, и истории, и культурой союзников, направлений, соседей и так далее. У нас все, спасибо большое. Спасибо вам. Идем далее. С нами Ли Тверская 13. Здравствуйте, Мария Владимировна. Как МИД России может прокомментировать слова нового главы МИД Японии Йоки Камикава относительно внешнеполитического курса страны, включающего в себя поддержку антироссийских санкций и одновременно с этим планируя продолжить переговоры с Россией по взаимодействию стран-соседей и национальных интересов. Извините, вы пропали, можно еще раз, пожалуйста, повторить? Да, да, конечно. Как МИД России может прокомментировать слова нового главы МИД Японии Йоки Камикава относительно внешнеполитического курса страны, включающего в себя поддержку антироссийских санкций и одновременно с этим планируя продолжить переговоры с Россией по взаимодействию стран-соседей, национальных интересах, в частности, в сфере рыболовства и безопасности на муне. После начала специальной военной операции в феврале 2022 года правительство Японии, напомню, хотя мы неоднократно об этом говорили, в полном согласии с волей Вашингтона проводит откровенно недружественный курс в отношении России. Вы прекрасно знаете, множатся так называемые пакеты нелегитимных санкций, в японском обществе нагнетаются русофобские настроения, наращивается совместная с США и странами НАТО военная активность у дальневосточных рубежей нашей страны оказывается прямая материально-техническая помощь киевскому режиму, и в таких условиях говорить о каком-либо позитивном взаимодействии просто не приходится. Что нужно сделать Токио для возобновления подобного взаимодействия? Как минимум, незамедлительно отказаться от враждебной политики, которая ведет к окончательному связи, эскалации напряженности ВТР в целом. Ну а в противном случае Российская Федерация продолжит реагировать максимально жесткими чувствительными для Японии контрмерами руководств, то есть исключительно собственными национальными интересами. Я вам больше хочу сказать, что и бизнес, и предпринимательство, и в целом экономические операторы в Японии стали прямыми жертвами действий собственных властей, как они говорят, на российском направлении, а на самом деле просто не просчитав, не продумав, а возможно и просто не сумев реализовать собственную волю, действовали они против собственных экономических финансовых интересов. И сейчас перед японской экономикой и в целом обществом, потому что это вопросы затрагивающие весь японский социум в полном смысле этого слова, и финансы, экономика, социальная сфера, политика, кстати, промышленность, все. Перед ними встает вопрос, как выживать в условиях, предпринятых официальными японскими властями, разрушительных для Японии шагов. Это вопрос уже выживания Японии, но мы в этом не виноваты, это вопрос следования, слепого следования официальных японских властей, навязываемую Соединенными Штатами курсу. Есть ли у вас еще вопросы? Да, есть еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, планируется на предстоящей сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждение климатических аномалий, в частности, участившихся наводнений, унесших тысячи жизней в Ливии и пройдя по другим регионам Ближнего Востока? На полях сегмента высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН действительно состоится ряд мероприятий, которые будут посвящены отдельным аспектам проблематики изменения климата. То, о чем вы говорите, обсуждение конкретных проявлений или последствий стихийных бедствий, как я понимаю, не планируется, возможно, какая-то страна отдельно поставит этот вопрос или проведет какое-то мероприятие, но вот о общих коллективных мероприятиях на этот счет мне ничего не известно. Но при этом, пользуясь случаем и вашим вопросом, я хотела бы вновь выразить солидарность с народами Ливии, других стран Ближнего Востока в связи с разрушительными наводнениями. В последние годы последствия подобных природных явлений становятся все более выраженными, особенно сильно страдают развивающиеся страны, там ликвидация нанесенного ущерба и восстановление инфраструктуры ложится тяжелым бременем на местные власти, население, нивелируя достигнутый прогресс в области социально-экономического развития. И, конечно, в этих условиях очевидна необходимость оказания помощи развитию наиболее уязвимому перед стихийными бедствиями странам, в том числе с провоцированными изменениями климата. И в этой связи вызывает сожаление, что западные государства, которые в соответствии с рамочной конвенцией ООН об изменении климата несут официальную ответственность за выделение средств на цели борьбы с изменением климата, до сих пор не выполнили решение по мобилизации 100 миллиардов долларов США на эти цели. Спасибо большое. с нами ли Москва-Баку? Здравствуйте, Мария Владимировна. У меня несколько вопросов с первой экспромтной в связи с текущей эскалацией в Карабахе. На ваш взгляд, почему ситуация явно между Азербайджаном и Арменией не усложняется? Является ли это следствием невыполнения трехсторонних заявлений и попыток расшатывания в ситуации в регионе с чьей-то стороны и в этой связи? Возможно ли трехсторонняя встреча была отмитра с Азербайджан Давайте постепенно давайте я сейчас на первую часть вопроса отвечу. Мы действительно получаем информацию на этот счет из разных источников. Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Поступают сообщения о начале азербайджанскими вооруженными силами, как заявляет Баку, антитеррористических мероприятий в регионе и ответных действиях местных армянских вооруженных формирований. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования. Все шаги для мирного решения карабахской проблемы, мы повторяем это неоднократно, их хотим привлечь внимание к этим заявлениям сегодня особенно, так вот, все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 20-го по 22-е годы. Особо хотим отметить, что в последнее время усилиями России и других международных посредников начали формироваться серьезные предпосылки для прогресса в разрешении карабахской проблемы мирным путем. Речь идет о старте поставок гуманитарной помощи, о которых мы говорили последние недели неоднократно и говорили не просто делая заявление, а комментируя наши практические шаги на этот счет. Речь идет о гуманитарной помощи населению Карабаха. Это создавало и создает благоприятный фон для перезапуска прямого диалога между Баку и Степанакертом. В сложившейся обстановке российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня и возвращения к реализации упомянутых трехсторонних договоренностей на высшем уровне. Да, возможно ли трехсторонняя встреча глав МИД России с Азербайджаном и Арменией на генассамблее? Если такая встреча будет прорабатываться, мы обязательно о ней сообщим. Но сейчас я могу сказать, что мы находимся также в контактах со сторонами. Об этом я уже сказала. И, как вы понимаете, это является просто необходимостью данного момента. Второй вопрос. Как вы можете прокомментировать недавнее заявление помощника госсекретаря США с так называемыми, можно сказать, чистосердечными признаниями о намерении оторвать Армению и России от России? Также на прошлой неделе в Армении прошла церемония открытия 5-го оперативного центра мониторинга и ЕС по наблюдению за ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Как вы можете это прокомментировать? Если вы говорите о том самом заявлении Ким, которое было сделано 14 сентября в Конгрессе, то мне кажется, это очень похоже на те заявления, которые были сделаны с Толденбергом. Меня сегодня о них спрашивали относительно того, что миру нужно готовиться к затяжному кризису на Украине. На самом деле, читай, НАТО готовит затяжной кризис на Украине для всего мира. Вот здесь то же самое. Да, в общем, у нас и до заявления Ким не было никаких иллюзий, по поводу реальных целей Вашингтона на постсоветском пространстве, в частности, в Закавказье. Разве мы об этом не говорили? Нанести максимальный ущерб позициям России и ее связям с ближайшими союзниками. А здесь уже неважно последствия, цели, задачи, просто сопутствующие издержки, это уже неважно. В принципе, разрушение всей той архитектуры, которая выстраивалась, я имею в виду архитектуры безопасности, нанесение удара по, опять же, или как следствие, или как дополнительная цель, или просто, ну, так получится. По всему тому позитиву, который был наработан, хрупкому, где-то прочному, где-то дающими уже результаты, где-то только подающим надежду на эффективные результаты. Ну, нанести удар и все превратить в очередной хаос. Ну, собственно говоря, под натиском критики американских законодателей, представительница Госдепартамента просто взяла и призналась, что в качестве очередной жертвы геополитических игр с нулевой суммой США решили теперь выбрать Армению. Ставка сделана на ее окончательный отрыв от России и полную переориентацию на Запад. И это не я говорю. Это говорит нероссийская страна. Это говорят в Соединенных Штатах Америки те, кто являются идеологами и практическими реализаторами вот этой самой политики. И когда мы от властей в Ереване слышим, что их учения с НАТО, ну, прежде всего, с Америкой внутри НАТО, их так сказать действия в фарватере Запада антироссийской направленности являются не антироссийскими и не направленные против России и точно ничего не угрожает развитию двусторонних российско-армянских связей, вот теперь на это все ответили в Госдепартаменте США. Теперь не мы должны убеждать официальные лица в Ереване, что они встали, а их на самом деле поставили или просто подталкивают на очень опасный путь. Это уже было сказано в Вашингтоне, это уже официальная позиция, которая озвучена. Я не очень уверена, что представители Госдепартамента США, как в данном случае Юрий Ким, до этого Виктория Нуланд хотели это озвучивать, в частности Виктория Нуланд наверное в страшном сне могла себе представить, что ей придется признать наличие биолабораторий США и военных программ, я имею в виду которые связаны с биоэкспериментами на территории Украины. Но она была вынуждена это сделать, так как это присяга, так как это уже вопрос ее законодательной ответственности. И здесь то же самое, это не интервью журналисту, где можно как-то выкрутиться, как обычно выкручиваются американские чиновники, это ответственность историческая перед законодателями, перед законодательной власти перед законом Соединенных Штатах Америки. И они просто раскрыли карты. А карты-то крапленные и на этот раз тоже. Ну и собственно говоря, вот эта безумная ставка на дальнейшее всестороннее содействие Армении в военной сфере со стороны США, видимо, ну они тоже не скрывают должно стать стимулом так сказать и очередного хаоса в регионе и антироссийских действий. На этом фоне нас не могут удовлетворять заверения властей Веревани о том, что их последние шаги, о которых я сказала, это и запуск процесса ратификации римского статута мусы и так сказать вот эти явно антироссийские контакты с киевским режимом и совместные учения с Соединенными Штатами никак не затрагивают отношения Армении с Россией. Теперь Вашингтон сказал, что затрагивают. Такого рода действия официальный Ереван подобными шагами создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их врожденные по отношению к России политики. И мы рассчитываем, что армянские власти осознают всю опасность затеянной западниками новой авантюры. А это авантюра. И мы надеемся, что мудрому армянскому народу хватит политической мудрости принять правильные решения и для своей страны, и для региона в целом. И со своей стороны мы подтверждаем приверженность российско-армянскому союзничеству и готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию. Спасибо. У нас был еще один вопрос. Возможно ли? Да, пожалуйста, конечно. Спасибо. На днях источник правительства Азербайджана заявил, что азербайджанские российские власти докладают дорожные карты, в которых будут закреплены шаги по укреплению двустороннего сотрудничества области экономики и туризма. Что может сказать о сотрудничестве России Азербайджан в таком направлении и что известно о перспективе проведения российско-азербайджанского межрегионального форма? Про проблематика развития двусторонних связей в сфере экономики и туризма рассматривается в рамках двусторонней межправительной комиссии, как вы знаете, по экономическому сотрудничеству. И 7 июля в Москве успешно прошло 21 заседание МПК. Я думаю, что мы дополнительную информацию на этот счет еще опубликуем. С нами ли голос Отечества? Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Добрый день. Вопрос такой вот. Центры принятия решений по управлению войной находятся в США. В США ведут войну на нашей территории, уничтожают мирное население, наши города, инфраструктуру, пытаются создать нам экономический коллапс и привести к военному поражению. То есть рассматривают нас в качестве врагов. А мы по-прежнему не идентифицируем Соединенные Штаты как врага. Почему будет ли МИТ работать в направлении присвоения Соединенным Штатам Америки статуса врага, чтобы на законодательном уровне это было принято со всеми вытекающими из этого последствиями? Вы знаете, я не согласна с формулировкой, которая начинается фразой «а мы по-прежнему не». Вы знаете, если бы «мы по-прежнему не», у нас не появился бы список недружественных стран. Предполагаются недружественные режимы, режимы, которые проводят враждебную России политику. Этот список не просто для обозначения, это не просто список, знаете, кодов зарубежных звонков, это список, предполагающий ответные меры. меры по защите себя на различных направлениях, это экономика и гуманитарная сфера, ну, про оборону говорить не стоит, это формулировка, которая не является успокоительной или успокаивающей, что что-то такое изменилось, это практический инструмент нашего ответа на недружественные враждебные действия в политической, экономической и других сферах. Еще раз, про оборонную, военно-промышленную, я даже начинать не буду, так как это зона комментариев нашего оборонного ведомства. Хотя, если вы хотите, мы с удовольствием вам поможем с контактами или предоставим информацию дополнительно на этот счет. Хотим. Все, сделаем, хорошо, да. Весь мир настаивает на соблюдении международного права в части незыблемости границ территориальной целостности государств. О послевоенном устройстве границ в международном праве хорошо описано в Хельсинском акте. Вот поясню, незыблемость границ Советского Союза была нарушена именно в 1991 году, когда незаконно из состава Союза вышло 15 республик. Отсюда и началась информационная, идеологическая, экономическая, технологическая, а затем и военная оккупация этих территорий силами НАТО. Мы по-прежнему как бы предпочитаем не замечать этого, как будто бы не произошла самая большая геополитическая катастрофа, не проводим расследования и ведем себя в принципе так, как будто бы этого и не случилось. Вот почему Россия упорно продолжает стоять на своем и не признает незыблемость границ по итогам 1945 года в соответствии с международным правом Ялта, Потсдам, тот же самый Хельсинский акт. Что мешает? Ведь это же наши законные территории и в прошлом брифинге вы хорошо описали деятельность хунта при Балтике. Может быть подумаем об этом? Ну это вопрос на который мне кажется рассуждают по-разному и в рамках международного права, в рамках национального законодательства и в рамках собственных политических философских концепций ну я думаю миллионы людей. Многие из них выстроили политическую карьеру на именно рассуждение на этот счет кто-то перешел даже я не знаю наверное каким-то реализации практических действий в виде создания политических платформ партий и так далее. ровно вот опираясь на озвученные вами направления рассуждений. Еще раз вот на этот счет написаны я думаю десятки тысяч научных работ монографий мемуаров как так получилось да кстати говоря и различия в юридических толкованиях у людей которые имеют отношение к юриспруденции тоже немало не уверена что именно МИД должен отвечать на этот вопрос потому что у нас с вами не хватит ни времени ни возможности для того чтобы в рамках официального брифинга даже начать обсуждение этой темы я единственное что могу наверное со своей стороны может быть рекомендовать интересную литературу вы сказали даже формулировали ваш вопрос может быть подумать на этот счет ну опять же думать на этот счет миллионы людей но есть при этом реалии зафиксированные в национальном праве и подтвержденные в праве международном вот эту часть я комментировать готова являясь официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации а все остальное это действительно для рассуждения для мыслей для чтения для анализа документов и так далее но самое главное не повторять ошибки прошлого на мой взгляд спасибо спасибо вам и последний вопрос медиальянс русских сообществ да добрый день Мария Владимировна всю российскую диаспору крайне беспокоит судьба российских граждан постоянно проживающих в Латвии дальнейшее пребывание которых там поставлено в зависимость от сдачи имя экзамена на знание местного языка и хотя острота проблемы немного спала с принятием решения продлить на два года срок в течение которого они должны сдать этот экзамен само решение не отменено а некоторым нашим содействникам отказавшимся проходить эту унизительную процедуру продолжает грозить немедленная депортация мы также все чаще получаем сообщения из других стран где на русскоязычных оказывается неприкрытое гранича с дискриминацией давление и в связи с этим возникают вопросы как Россия будет реагировать на такие факты готова ли она к одновременному приему на свои территории большого количества соотечественников создаются ли структуры приема размещения оказания системной поддержки таким переселенцам с учетом того что как правило это пожилые люди которые не попадают под условия действующей государственной программы оказания содействия переселения соотечественников в России значит я хотела бы сказать что Россия внимательнейшим образом следит за развитием ситуации с возможной как вы говорите депортацией росграждан из Латвии которые попали под действие антигуманных инноваций местного законодательства как вы знаете и вы это знаете это прекрасно миграционные поправки которые появились на свет в разгар предвыборной борьбы носят дискриминационный характер и грубейшим образом попирают основополагающие международно-правовые нормы в результате непродуманную и малореализуемую законодательную норму пришлось в срочном порядке исправлять с тем кто это все придумал там 14 сентября Сейм Латвии одобрил внесенные МВД этой страны поправки предусматривающие что граждане России не сумевшие сдать экзамен а также не записавшиеся на тестирование как было сказано по уважительной причине смогут претендовать на получение временного ВНЖ сроком на 2 года с сохранением доступа к соцпакету госуслугам в прежнем объеме в течение этого времени они будут обязаны пройти экзамен на знание латышского языка несмотря на принятие данных как они там были преподнесены послаблении по-прежнему отсутствует ясность в отношении дальнейшей судьбы россиян которые не записались на экзамены и не смогут предъявить веские аргументы в свое оправдание я прошу прощения за эту лексику но это лексика которая взята из этих самых официальных документов владение латышским языком как оказалось не является главным требованием латвийских властей в сентябре текущего года служба госбезопасности этой страны отчиталась о выявлении 80 нелояльных россиян которые несмотря на прохождение тестирования по оценке ведомства прямая цитата представляют угрозу национальной безопасности при Балтийской республике управление по делам гражданства и миграции МВД Латвии отказало в присвоении этим как они их называют неблагонадежным лицам статуса постоянного жителя Европейского Союза в адрес нескольких тысяч россиян начиная со 2 сентября управление по делам гражданства и миграции МВД Латвии уже запустило рассылку уведомлений с предписанием покинуть территорию страны в течение трех месяцев ну а чему в общем тут удивляться в последние годы местные русофобы изрядно поднаторели в сведении счетов с русскоязычным населением страны и создание для россиян невыносимых условий для жизни в республике это диктатура натовская диктатура диктатура либерализма с очевидной проходящей красной нитью нацистской нотой посольство России в Риге на ежедневной основе осуществляет мониторинг данной ситуации в рамках своих полномочий оказывает нашим соотечественникам необходимую консульскую юридическую поддержку все случаи дискриминации российские граждане представители нашей диаспоры фиксируются кроме того Россия предпринимает активные усилия по привлечению внимания международной общественности к антигуманным миграционным требованиям которые предъявляют латвийские власти к нашим согражданам и данная тема регулярно становится предметом выступления российских дипломатов на международных трибунах мы продолжаем внимательно следить за текущим положением дел саннулируем ВНЖ и со стороны российского государства обеспечивается готовность не допустить катастрофического развития ситуации в будущем я более хочу сказать что это естественно станет предметом самого внимательного анализа со стороны российских правоохранительных органов есть ли у вас еще вопросы если больше вопросов нет то тогда я с вами прощаюсь и желаю вам всего хорошего благополучия увидимся в следующий раз на следующем брифинге готовьте вопросы и я предоставлю на них ответы всего хорошего вам результативная работа в Нью-Йорке спасибо